Кандидаты исторических и филологических наук, преподаватели кафедры антропологии, представители Всероссийского художественно-научно-реставрационного центра. Конференция собрала уникальных людей со всей страны, увлекающихся историей. Среди приглашенных гостей оказалась и археолог из Москвы Елена Хворостова. На протяжении нескольких лет она вела в Сарове раскопки на утраченных памятниках архитектуры. Я копала купальню на Ближней пустыне. Я копала остатки фундаментов Успенского собора. В 2008 году точно так же я искала место расположения Церкви Живоносного Источника и, соответственно, выясняла, какие были у этой церкви габариты, какие там фундаменты, в каком они состоянии, для того, чтобы на основании этих данных сделали проект воссоздания и этой церкви. Елена Леонидовна уже не в первый раз приезжает на конференцию. Для нее это не просто встреча с коллегами, а возможности еще больше расширить кругозор в любимой сфере деятельности. Археология все-таки наука, которая, как бы так сказать, все больше под землей, а вот то, что касается духовной сферы, это всегда на саровских конференциях очень широко освещается. На конференции было представлено более 15 докладов. Специалисты из различных институтов страны рассказывали об иконописи и о том, как создавались те или иные монастыри. Саровские историки делились своими научными работами, посвященными истории нашего города. В 1927 году закрывается монастырь. Мы здесь видим акт закрытия, то есть вскрытие мощей преподобного Серафима Саровского, которые потом были вывезены в Москву. И здесь уже обосновывается у нас капитально советская власть. По итогам конференции сдадут сборник докладов «Саровский летописец», с которым можно будет ознакомиться в библиотеке имени Маяковского и городском музее. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.